Библейский портал экзегет.ру представляет То есть мы видим, что перед смертью Иаков собирает всех своих сыновей и преподает им благословение, как мы прочитаем об этом и в дальнейшем. Мы помним с вами 48 главы, что он уже преподал благословение и благословил Монасию и Ефрема, своих внуков. Теперь он будет преподавать благословение своим сыновьям. Это не просто благословение, они имеют свой пророческий характер на перспективу. И все эти пророчества будут указывать на Господа и Спасителя Иисуса Христа, на церковь, которая будет устроена им в этом мире. Итак, мы читаем. Мы вспомним с вами, что Рувим был первенцем, но, как мы и с вами читали в предыдущих главах, он действовал. Рувим действительно зашел на ложе отца своего и взял одну из наложниц, и у них было кровосмешение. За это он наказан. За это, несмотря на то, что он рожден первым по плоти, он не будет наследником. Это прообраз народа иудейского, который первый был по плоти, которого Бог избрал, как Израиль, ветхозаветный, для того, чтобы взвещать всему окружающему тогда, всем окружающим тогда народам, языческим народам, о едином Боге. Но в последние времена, когда пришел Христос перед первым своим пришествием, как сказано, пришел к своим и своего не приняли, он был отвергнут. И вот это как бы то, что они осквернились своим самомнением, не узнав во Христе того самого Мессию, о котором говорили все пророческие книги и говорят все пророческие книги Ветхого Завета. Далее, пятый стих. Мы помним, что они в своем мщении прокрались коварством к язычникам, которые, в общем-то, приняли, помните, Завет, за Дину они мстили. И тогда сказано за сестру свою, и тогда сказано, что возмутился дух Иакова и сказал, зачем вы это сделали, зачем вы поступили вероломно. Они уговорили, как мы помним, тех людей, чтобы они приняли Завет, чтобы они обрезались. Они обрезались, и когда они болели, то они на них напали и всех убили. Гнев их был неоправдан. В Священном Писании, еще когда Каин убил Авеля, то Господь дал повеление не мстить человеку человека, ибо за кровь человеческую прольется кровь. Поэтому здесь Иаков так и говорит Симеону и Левию, братья оружие жестокости, мечи их. Вот что по этому поводу, если я обратиться к отцам церкви, пишут о Левии и Симеоне, например, Ефрем Сирин, преподобный. Пишут так, цитата, «Они, то есть Симеоны и Левии, это образ сатаны и смерти. Симеоны и Левии в гневе истребили город и по жажды корысти расхитили имущество жителей Сихема. Сатана же по зависти подверг смерти весь мир, скрыто, подобно тому, как они избили жителей Сихема явно. И смерть с такой же яростью возобладала телами всех, с какой Симеоны и Левии овладели имуществом убитых жителей Сихема». И далее продолжает преподобный Ефрем Сирин. «Но ныне тех, которые тайно умершвены грехом, воскрешает Евангелие Господа нашего и мертвецов, над которыми возобладала мучительная смерть, воскрешает благословенное обетование Сына Божия». Видим, что здесь гнев Симеона и Левия указывает на гнев дьявола, который восстал, и его приспешников, который восстал на Христа. «Но он думал, что дьявол, что когда Христа распинали, что вот она победа, но оказался поражен. Так и люди в века сего, потому как Христос воскрес, так и люди в века сего, в дни гонений, как в древности, так и сегодня, думают, что они достигли победы своей неправдой, поразив кого-то из праведника, ибо сказано «блаженные изгнанные правды ради, ибо их есть в Царстве Небесное». Они думают, что они потерпели, что они обрели какую-то победу, но на самом деле это поражение, потому как сказано, что изгнанный за правду и мучимый за правду наследник Божьего Града и становится гражданином небесной страны. Далее говорится о том, что дьявол проклят. И действительно мы помним, когда первые люди согрешили, как тогда, так он будет проклят и в последнее время, во втором пришествии Христа, как тогда, когда Адам и Ева пали, то прозвучало проклятие, проклятие на дьявола. Люди не были прокляны, потому что они были благословлены, но проклят был дьявол. Он – источник всякого зла, он – отец лжи. И далее мы читаем Иуда, 8 стих. «Тебя восвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны, отца твоего. Молодой лев Иуда с добычей сын мой поднимается, преклонился, он лег, как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуда и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздей одеяние свое». Такое пророчество об Иуде. Известно, что именно от Иуды родится царь Давид, а от Давида будет рожден сам Господь Иисус Христос. Мы видим это пророчество, которое многим известно. Пока не отойдет скипетр от Иуды, не придет примиритель, не придет Христос. И действительно, это пророчество так и исполнилось. Если мы посмотрим, Иуда, что Ирод незадолго до рождения Христа, примерно за 20 с небольшим лет, стал правителем Израиля. Он не был из колена Иудина. Ирод не был из колена Иудина. Он был идуминянин. И это пророчество исполняется. До этого в Израиле были только, Израилем правили только цари. Да, они иногда были в изгнании. Но все равно народ знал, что где-то есть царь, он в изгнании. Он посылает свои какие-то послания и правит своим народом. Но здесь Ирод был поставлен римлянами. Скипетр — это символ власти. И вот власть потомков Иуды, потомков царя Давида, она прекратила свое правление над своим народом. Пророчество исполняется. Как и сказано, Иуда, тебя восхвалят братья твои. И далее не отойдет скипетр от Иуда и законодателя от чреста его. Молодой лев с добычей, сын мой, поднимается. Почему он назван молодым львом? Интересное есть истолкование. Кирилл Иерусалимский пишет так. Цитата. Таинственное объяснение, согласно которому детеныша льва, то есть Христос, действительно изображен здесь не только в образном смысле, но и по естеству. Намного более подходит этому месту. Смотрите, дальше продолжает. Ведь физиолог, физиолог это такое собрание вопросов и ответов, книга, которая была в древнем мире, авторство приписывалось Аристотелю. Ну, некоторые сомневаются, что Аристотель был автором этих вопросов и ответов и приписывает Епифанию, Василию Великому, даже святителю Ана Златоусту. Ну, это сомнительно так и так, но тем не менее, эта книга была очень популярна, как примерно сегодня, наверное, у нас интернет. То есть, если хочешь что-то узнать, зайди там в Google и все узнаешь. Но я скажу, что не все. Некоторые вещи, которые я хочу узнать с точностью, я их не могу найти в Google. Мне приходится приезжать в библиотеки, в архивы и уточнять, где есть тайная цитата, которую в очередной раз вывесили на баннере, и принадлежит ли она действительно высказывание этому там ученому или отцу церкви. Но тогда вот эта книга была популярна, и она считалась достаточно хорошим справочником. И вот в этой книге, на которую ссылается Кирилл Юрусалимский, физиолог, ведь физиолог, говорит, пишет о детеныше льва, что когда он рождается, то спит три дня и три ночи подряд. Да, эта книга исследовала природные явления и поведение животных. То есть три дня и три ночи подряд спит детеныш льва, будто сотрясшийся от рыка и шума его отца пробуждает спящего детеныша. И потому этот детеныш поднимается как бы из ростка, ибо он рожден от девы и не из семени, а от ростка. Так дальше продолжает Кирилл Юрусалимский и завершает. Ведь Христос рождается без соединения с мужем и без природного семени, словно сук или ветка, то есть как привитая ветвь, что самым очевидным образом указывает, как он, как на истинную плоти, истинность плоти, воспринятой им от девы, так и на то, что священный росток свободен от скверной человеческого и плотского семени. Вот на что указывает, что он, молодой лев Иуда, с добычей сын мой поднимается. То есть это указывает на воскресение Христа, как маленький львенок, как объясняет Кирилл Юрусалимский, три дня и три ночи спит, а потом восстает и начинает рыкать и просить пищи, как бы ниоткуда. Вот его не было, не слышно, не видно, и вот он восстал. Такие образы видят церкви в этих пророчествах. Далее, Завулон. При береге морском будет жить и у пристани корабельный, и предел его до Сидона. Завулон. Следующее благословение Завулона. Что означает само имя Завулон? Означает народ, народ, пришедший к вере. Народ, приходящий к вере. Завулон. В этом имени и в самом образе Завулоне здесь говорится о языческих народах, которые находят прибежище в гавани церкви, где и встречают наследники патриарха апостолы, проповедующие освобождение от грехов. В духовном плане пределы Завулонова до Сидона истолковываются как необходимость борьбы с лукавыми помыслами. Ибо сказано у псаломопевца Давида «разбей младенцы о камень». Пока еще все находится в зачаточном состоянии, сорняк пока только-только проклевывается на дачном участке, его очень легко оттуда извлечь. Но когда он превратится уже в огромный сорняк, знаете, что происходит с запущенными огородами, лебеда вырастает в человеческий рост там уже, пожалуй, только с топором, а так уже корень и не выдернешь. Так же со страстями и с мыслями похотливыми, которые надолго задерживаются в сердце человека, сложно потом их оттуда выкорчевывать. Следующее благословение, которое сказано было, как мы увидели, о Завулоне, также указывает, вот, например, ну, не хочу пропускать и переходить сразу к Сахару, привести все-таки Амрусима Диаланского несколько текстов. Амрусим Диаланский видит, что это указание и еще на церковь. Он говорит, цитата, «Церковь, как спасительная гавань, тут же была на готове и позвала бы с распростертыми руками в лоно свое спокойствие все народы». То есть, действительно, Завулон означает церковь, которая готова принять через таинство крещения все народы. Далее, следующее благословение, Исахар. Исахар, сказано, осел крепкий, лежащий между потоками вод. Что значит это? Это не обзывание ни в коем случае. Некоторые люди, когда они прочитывают этот текст, думают, ну, вот, почему так называют этого человека ослом. Дело в том, что в Ветхом Завете осел — это всегда такое смиренное, в общем-то, трудолюбивое и покорное животное, которое оседлывали, на котором сам Господь Иисус Христос, как мы помним, вошел в Иерусалим, в вербное воскресение перед своим распятием, когда ему кричали все «Асанна, Вышник Богу, благословен гряды во имя Господне». Поэтому здесь Исахар представляет собой народы, тоже языческие народы, но есть некоторые «но». В духовном плане Исахар представляет собой человека, которого Бог награждает за соблюдение заповедей и чистоту души. Вот такой Исахар. То есть это те люди, которые находятся в церкви, и которых Господь в духовном плане вознаграждает, как сказано у того же Амруиса Медиаланского, в духовном плане Исахар представляет собой человека, которого Бог награждает за соблюдение заповедей и чистоту души. Следующее благословение — это Дан. 49 глава, 16-18 стих. «Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так, что всадник его упадет назад, на помощь твою, надеясь Господи». Кто такой Дан? Из колена Дана, по изречению отцов церкви, произойдет Антихрист, родится Антихрист. Слова Иакова о том, что Дан будет судить народ свой, также толкуется, например, Ефрем Сирин, говорит, что это пророчество о Христе, как судье мира. Но большинство отцов говорят, что, и пишут, что одновременно в виде указания на пришествие в серепово суде Антихриста, хотя в буквальном смысле эти слова исполняются уже даже на Самсоне, потому что ветхозаветный судья Самсон, помните, который был очень доверчив к женщинам, да, несмотря на то, что дал обет назарейства, очень хороший урок, он рассказал, в чем тайна его силы. Самсон, он был как раз из колена Данова. Но это пророчество к Самсону не относилось как негативное. Она относилась к нему как к судьи, потому что он был действительно судья. Но в свете Евангелия, и в последнее время, в свете Евангелия, повествования змей, это Антихрист, который извил коня, это Иуда и потомок Иуды, что привело к падению, то есть к смерти всадника Иисуса Христа. Но Христос, который упал не лицом вниз, а назад, то есть на спину, ожидал помощи от Господа и был воскрешен. Амбросим Диоланский так пишет. И еще он добавляет, цитата, «Применительно к духовной жизни пророчество описывает искушения и препятствия, которые встречаются на пути верующего человека». То есть Дан и его потомки — это не просто люди, которые будут рождены от него, по колену Данова, но это еще и состояние, в которое дьявол вводит человека. То есть искушением, препятствия, которые встречаются на пути верующего. Следующее благословение — это благословение Гада. О нем сказано в 19 стихе «Гад, толпа, будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам». Что это означает? Пророчество о Гаде указывает на Спасителя, которого, согласно Евангелию, будут всячески преследовать и искушать собрания книжников и первосвященников. В то время, как в духовном смысле речь идет об испытаниях человека, идущего по пути совершенства. Если там было просто человека, который идет на пути ко спасению, то здесь кто желает большего восхитить? Здесь, скорее всего, говорится о людях монашествующих, которые выбрали самый короткий путь в Царстве Божьем. Это прообраз борьбы духовной жизни для тех, кто хочет достичь большего совершенства в общении с Богом и в молитвенной жизни. Следующее благословение. Асир. Для Асира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские явства. 20 стих. Упоминание о тучном хлебе помогает связать пророчество о Асире с евангельским образом небесного хлеба, то есть Христа. Господь Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, в 6 главе 48 стиха, так и пишет. «Я есмь хлеб жизни, едущий хлеб сей и пьющий кровь мою, когда говорит о Евхаристии и учреждает ее в церкви своей, не умрет вовек». Асир. Прообраз хлеба, указывающего на тело Господа и Спасителя Иисуса Христа. Также с продолжающим Таинством Евхаристии в духовном плане Асир символизирует человека, достигшего стадии чистоты и блаженства. Это образ чистоты и блаженства, достигшего, если те усовершенствовались, ставили себе определенные достижения, скажем так, как в духовной жизни по смирению, не как мы, Господи, хотим, но как ты, то Асир — это уже о тех, о которых Христос говорит в заповедях, то есть о людях, приготовленных к вхождению в Царствие Божие, о которых Христос говорит в заповедях, «Блаженны, нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное, блаженны чистым сердцем, ибо они Бога узрят». Так и сказано, Асир символизирует человека, достигшего стадии чистоты и блаженства. Следующее благословение — это Нефалим. Нефалим — первенец рослый, распускающий прекрасные ветви. Если рассмотреть греческий текст Септуагинты, пророчество о Нефалиме толкуется как пророчество о народе Божьем, который происходит от духовной виноградной лозы Христа и получает освобождение от смерти через веру и крещение. В духовном смысле Нефалим представляет собой человека удостоенствованного таинства священства и Божьей премудрости. Так о нем и сказано. Нефалим — рослый, распускающий прекрасные ветви. Как благодать священства через преподавание ими таинства народа Божьего распространяется по всему миру, так и здесь Нефалим указывает на этот образ премудрости Божьей и священства. Следующее благословение — это Иосиф. То есть Иаков благословляет и сына своего, Иосифа, который, как мы знаем, пострадал от братьев своих, как и Христос, пострадал, в общем-то, от ученика одного своего, Иуды, и Петром был предан, но хотя один так и не покаялся, а Петр, как сказано, апостол горько плакал. Христос и Церковь — соединение Христа и Церкови. Все эти образы, которые мы с вами видели, что братья приходят к Иосифу, Иосиф их прощает, это все образы соединения Христа и Церкови. Следующее благословение — это Вениамин, 27 стих. Вениамин — хищный волк, сказано, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Здесь Ефрем Сирин, например, и другие отцы Церкви видят, Святелин Златоуст видит в Вениамине, что он назван хищным волком, прообраз апостола Павла. Почему апостола Павла? Ну, апостол Павел, во-первых, сам о себе говорит. И он действительно был из колена Вениаминова. Я, говорит, из иудеев, из колена Вениаминова. Он сам говорит о себе, что я как некий изверг был призван Богом. Это он здесь называется хищным волком. Ну, почему хищным? Ну, вспомним жизнь апостола Павла, когда он еще был Саввалом, он беспощадно гнал Церковь Божию, шел в Дамаск. Об этом описывается в девятой главе Деяния апостолов. Шел в Дамаск, чтобы там убивать христиан. На его глазах был мучен первый мученик Церкви Новозаветной, Диакон Стефан. Он держал одежду и подбадривал мучителей. Но Христос встретился ему на пути. И сказал этому хищному волку, «Саввал, Саввал, трудно тебе идти против рожна». Что это означает? Трудно тебе идти против совести. Бог взирал на сердце Саввла, что он выполнял поручение Синедриона, но в сердце был уже верующим человеком, но считал, что он должен исполнять те предписания иудейские, чтобы гнать церковь и христиан. И вот он как хищный волк. Ефрем Сирин так и пишет, цитата, «Вениамин, хищный волк, это Павел, который был волком для волков и похитил души из власти лукавого. Вечером будет делить добычу, то есть при конце мира примет покой и преизбыточествующее создание за свои труды». Такие благословения, которые дает Иаков, собрав своих сыновей, и которые носят глубокий пророческий характер на церковь Нового Завета. Далее мы читаем, что когда Иаков благословил своих сыновей, и заповедовал им, и сказал им, «Я предлагаюсь к народу моему, похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона, Хитинянина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамрия в земле Хнанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хитинянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Исара, жену его, там похоронили Исаака и Ревека, жену его, и там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которое на нем куплено у сынов Хитеевых». И окончил Иаков завещание сыном своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему. Мы помним с вами эту историю, что Авраам не хотел похоронить Сару, свою любимую жену, и он купил, помните, он не хотел ничего общего иметь, хотя князья языческие относились к нему очень благосклонно, и называли его господином, но он не хотел ничего иметь общего с этим миром. И поэтому он приобрел, единственное, что он приобрел свое собственное, это землю для погребения. Это нам тоже хорошее указание на то, чтобы позаботиться при жизни о том, где мы будем похоронены. Чтобы не налагать каких-то бремя на своих детей, а особенно если у нас есть какое-то состояние, как Иаков благословил своих сыновей, все разделил поровну, так и нам необходимо позаботиться об этом, чтобы после нашей смерти, не дай бог, не приключилась какой-то ссоры из-за этого материального, чтобы вся родня перессорилась. Поэтому нужно позаботиться о том, как это делал Иаков, Авраам, Исаак, где мы будем погребены, что будет на наших похоронах. Это правильная, благочестивая, в общем-то, всегда была православная традиция у тех людей, которые относились благоговеренно к жизни других людей, к своей жизни, но и не забывали о том, что придет последний час. А о нем надо помнить всегда, как сказано, «Помнящий о смерти вовек не согрешит». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!